Бытовое насилие как болезнь 21 века. Вот только если с недугом помогают бороться только врачи, то вступать в бой с насилием гораздо сложнее, так как женщины предпочитают умалчивать о своих проблемах в семье. Сотрудники прокуратуры решили запустить специальный проект под названием «Казахстан без насилия». При реализации проекта будут организованы два центра, в которых пострадавшим будут оказывать психологическую и юридическую помощь. Рассказать о нем решили работницам швейной фабрики. Где будут расположены центры, пока не уточняется, но известно, что они появятся по всей области. Помощь будут оказывать анонимно и совершенно бесплатно всем обратившимся. Также будет активна круглосуточная горячая линия, благодаря которой женщинам, подвергшимся насилию, могут дать консультацию или совет. По словам психолога Али Избасаровой, прекрасная половина человечества порой боится рассказывать о своих проблемах из-за осуждения родных и близких. Ну, от мужей, от свекровки, вот именно с этим связано. А сколько, какое количество людей, допустим, в месяц у вас приходит или в день? В месяц по-разному у нас. Иногда 200, иногда 150 бывает. Психопрофилактическую помощь оказываем, беседу проводим. В дальнейшем, если понадобится, индивидуально-коррекционную работу проводим. Работницы фабрики решили воспользоваться моментом и, отодвинув тему насилия, рассказали о наболевших проблемах. К примеру, из-за того, что в больницах постоянные очереди, им сложно отпрашиваться с работы. И потому попасть на прием к врачу невероятно трудно. Организаторы акции «Казахстан без насилия» и заместитель Акима города Тимур Баймуханов, который также присутствовал на презентации проекта, пообещал, что будет содействовать организации в швейном цеху дня открытых дверей, пригласив необходимых медработников. Я беру под свой контроль и постараюсь привезти нужных вам медиков, чтобы вы прошли необходимое обследование. В течение трех дней, надеюсь, мне удастся собрать врачей. В такой новости работницы цеха были несказанно рады, ведь они смогут получить консультацию, не теряя рабочего дня.